Физкульт привет! Друзья, ученики и просто случайный зритель! Сегодня снова актуальная тема, тема боли. Боли, связанных, как многие считают, с грыжами, с протрузиями. Что вышли в свет две мои книги. Отдельно для девушек, отдельно для парней. Серия FAKFITNESS. Вы обязаны изучить эти книги, если вы являетесь персональным тренером, инструктором. Если вы хотите получать грамотные знания о том, как правильно начать тренироваться. Чтобы не навредить себе. И самое главное, чтобы вы шаг за шагом, ступенька за ступенькой поднимались, улучшая свое здоровье. На самом деле, друзья, боли чаще всего в пояснице вызваны так называемой подвздошно-поясничной мышцей. Хотя на самом деле неправильно так говорить. Это абсолютно две разные мышцы, которые соединяются друг с другом только в месте крепления уже к верхней части берцовой кости. И рассматривать их нужно как две отдельные мышцы. Но сейчас не об этом. Эта мышца, если мы говорим как об одной, работает практически во всех движениях. Это самый сильный сгибатель. Часто из-за неправильной тренировки пресса, о чем я писал статью, его даже печатал Железный мир, происходит еще более серьезное укорачивание этой мышцы. Не будем забывать, что эта тоническая мышца, она склонна к укорачиванию, если ее не растягивать. И вот это именно самые частые причины, которые вызывают боли в пояснице. Если же вас простреливает от крестца через ягодицу до коленки, а иногда даже и до пятки, это говорит о спазмах уже другой мышцы, грушевидной. Где она находится, вы легко сможете найти, посмотрев анатомический атлас. Или просто погуглив, как это делает большинство. Сегодня я вам покажу вариацию уже известной вам моей гимнастики, но немножечко модифицированной, которую вы тоже можете и должны применять, использовать. Научить этому ваших близких, родных, друзей, а особенно ваших детей. Это не только профилактика. То есть вы никогда не будете испытывать боли, никогда у вас не будет проблем с позвоночником, если вы будете делать эту гимнастику хотя бы утром и вечером. А в идеале еще и после тренировки сразу. Но, если у вас уже есть боли, проблемы, начинайте делать эту гимнастику. Сколько раз? Как можно чаще. 10, 15, 20 раз в сутки делайте. Чем чаще вы будете делать эту гимнастику, тем быстрее боли вас отпустят. Если вы считаете это непосильным трудом, то поверьте, у вас несерьезные боли. Но давайте посмотрим, в чем заключается наша волшебная гимнастика. Приступим. Первое упражнение делается разноименными руками и ногами. Вытягиваем правую ногу и левую руку. Стараемся каждую позицию держать 40 секунд. Поначалу, естественно, достаточно будет 10 секунд. Но начинайте с того, сколько сможете. Нужно тянуться рукой вперед, а пяткой и носком по очереди назад. Очень-очень важно выполнять данное упражнение. Следующее движение уже наша знакомая ранее гимнастика, но выполняется следующим образом. Согнув ноги в коленях в 45 градусов, мы опускаем их в левую сторону. Затем приводим правую руку к левой. Возвращаем руку, возвращаем ноги и делаем движение в следующую сторону. Обратите внимание на то, что делается все очень-очень плавно и поступенчато. Каждое движение разбито на ступеньки и выполняется пошагово. Дышите ровно и спокойно. Самое главное, друзья, необходимо все делать через расслабление. Научитесь расслабляться. Никакого напряжения. Только расслабление. Следующее упражнение всем широко известно, как кошка-бык. Нужно округлять спину и максимально-максимально вытягиваться. Затем, наоборот, прогибаемся в позвоночнике. Тоже все делаем через расслабление. Округляя спину, немножко уводим таз назад, для того, чтобы больше растянулись наши мышцы. Вот и все, друзья. Три таких упражнения. Три раза в день, ежедневно. И вы не будете испытывать никогда болей. В одном из более ранних видеороликов я вам рассказывал о продукте, о аппарате Кордус. Вот как он выглядит. Не просто рассказывал, но и показывал вам, как его применять. Это действительно оказался очень классный аппарат. Я настоятельно вам его рекомендую. Есть у вас проблемы с позвоночником? Нет. Он очень прекрасно действует на мышечный тонус. Мы с вами редко посещаем массажистов. Я не говорю о костоправах и о мануальщиках. Этих ребят нужно избегать. Какими бы грамотными специалистами они ни были. Но, друзья, массаж, спортивный массаж, расслабляющий массаж крайне необходим. Потому что мышцы спазмируются в нашем быту. Тренируемся, мы не тренируемся. Тот, кто не тренируется, тот, к сожалению, еще больше подвержен спазмам. И поверьте, спазмы вы не почувствуете, пока не случится проблема. Что такое спазм? Это когда мышца с одной стороны позвоночника или сустава стягивается, спазмируется, укорачивается. Нарушается баланс работы, баланс движения. Биомеханика движения, кинезиология страдает. Но не буду вас грузить серьезными терминами научными. Скажу следующее, что всего пару минут работы с этим аппаратом, а вы просто ложитесь на него, расслабляетесь, отдыхаете. Снимает спазм с мышц в позвоночнике, в грудном, в шейном и поясничном отделе. Обязательно, ссылки я оставлю, где вы сможете приобрести в описании к ролику. Приобретайте, это недорого и это ваше, это наше с вами здоровье. Следующий аппарат, о котором я хочу вам рассказать, называется САКРУС. Это тоже уникальный аппарат, с которым вы можете и должны работать. Он непосредственно сработает уже более глубоко и вы можете чувствовать и должны чувствовать, как будут расслабляться ваши мышцы. Обязательно, друзья, пользуйтесь данными продуктами. Вы будете чувствовать шикарно расслабление. Так что, друзья, обязательно пользуйтесь корнусом и сакрусом. Вы получите, вы почувствуете уже через пару занятий. А я говорю, что занятия там очень приятные, вы просто ложитесь и расслабляетесь. И обязательно пишите в комментариях, кто уже пользовался данными аппаратами и насколько качественно изменилась ваша жизнь. Перестали ли у вас болеть те или иные места в грудном, в поясничном и в шейном отделе позвоночника. Друзья, обязательно делитесь данным роликом в своих соцсетях. Не забудьте поставить лайк. Не забудьте написать комментарий. Обязательно те, кому уже помогла эта методика, напишите в комментариях, как она вам помогла, как быстро. Продолжаете ли вы ее делать. И это поможет многим другим людям, испытывающим такие же проблемы. Ведь нужно помогать друг другу. Друзья, а у меня хорошая новость. Вышла третья книжка из серии FAC Fitness. Она называется «Профилактика и реабилитация позвоночника». Что содержит эта книга? Эта книга содержит все мои написанные статьи на эту тему и дополнительные материалы. Если вы берете на себя ответственность тренировать других людей, если вы хотите быть здоровым, чтобы ваши дети и близкие были здоровыми, вы обязаны изучить эту книгу. Потому что в ней много информации, и я вам гарантирую, есть информация, которую не знает никто, о которой не говорит ни один тренер, к сожалению. К примеру, это то, о чем я вам рассказал про мышцу, которую все называют подвздошно-поясничной. О фазических и тонических мышцах. Кто смотрит мой канал, тот знает, что это такое. Одни мышцы отвечают за движения, другие за удержания. Одни склонны к укорачиванию, другие склонны к атрофии. И очень много другой полезной информации. Книжка стоит всего 15 баксов, и вы можете заказать ее, написав мне в личку. Я вышлю вам ее на электронную почту. Партнер сегодняшнего выпуска Animal Northrop. Лучшая гармошка, друзья, которую вы можете себе позволить. По пробокоду, который вы видите сейчас на экране, вы получите скидку на сайте Animal Northrop. Друзья, увидимся, как всегда, в тренажерном зале. Всем сухой мышечной массы и силы без травм.